друзья всем добрый вечер добрый вечер с вами паразиты новостей и традиционно антос и алена антана с куракос канал именовита онлайн ну так но я так как бы а дымя канала не выступая дымя самого я не в образе я сам ну ладно член команды миновита это тоже все знают я это паразиты на новин тут будут у нас чисто для миновита ну ладно ну что приступаем традиционно у нас поставщики всего самого смешного это россиянцы ну так там такой кладезь я не знаю слушай я я ведь только уехав сюда по сути начала занимаясь вот этими вещами там готовят новости стала смотреть российские каналы но не смотреть по крайней мере куски которые присылают а до этого я в течение многих лет от этого отвыкла поэтому для меня все еще каждый раз каждый раз новинку и так мы начинаем с интересный с интересного сюжета москва посольство америки и посмотрите что сделали москвичи на этом посольство москвичи 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Горбачев Добавил DimaTorzok 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 А кто стоит за Соловьевым? А ему добрые люди, русские, могут подкинуть черники под угол и все, и спалить. Пусть иначе никто не спалит. А ему-то могут. А в Италии там же закон, и одеться с продвеку некий закон, или не мафиозный, это державный, это княжецкий некий закон, или там люди тримаются закону. Тут такая интересная вещь, мне больше всего подобается, как можно, я думаю, я помню, бабка была развела у хачи смяте, и тараканы пошли гулять по подъезду, по всему дому, а дом дровляный, и там такая женщина симпатичная бегала и плакала. А как вы здесь живете? А как вы живете здесь? Так вот, тут, ты самый, Рудольфович, он выглядит так же самым, згравно, как эта бедная женщина, несчастная. Женщина-то, простительно, там бедная, пришла, наверное, бабка, еще и поварилась у хачи тараканы, скачалась, была одна женщина. Вот, по репортажу, коллега, я здесь, але, тут он наманил, наманил трюкороба, и он, с конца начну, и он каже, что Невзоров доводит, что Россия не хочет вступать в НАТО. Нет, подожди, он говорит, что Невзоров рекомендует вступать в НАТО. Нет, ну, может, ты так разумеешь, але дословно сказал, почему не хотим вступать? А, а, так. И он же, я же выписываю, и он же, и он же каже такой мовой шизофреничной, как, я думаю, всем пациентам в Беларуси, скажем так. Ну, такими, обручными. На речи, на речи, пациента пошли по годам, каже, больше звязно, значит, это ненависть для людей, ищирое вызнание этой ненависти, оно стало больше, ну, не треба заувалировать никак. А он все равно так, вот, каже, як, я думаю, пациент годы 3, 4, 5, 10 тому, такими обрывистыми некими выразами, незаконченными сказами, некими, катаричными питаниями, питаниями со свяжением. Короче, одна манипуляция, социальная манипуляция и обрывки некие. Так вот, почему не хотим вступить? Пытание такое, а кто вас тут и кричит, вот она-то? Чему он на Невзорова повесил свяжение того, что Невзорова свяжает, что мы не хотим вступить на то? Во-первых, по-другой, когда он в своем видосе цитует Путина, чему он тут Невзорова не показал, там, не веду, кучу гауна, там, у дупле, там, яким-нибудь, там, у Берозе, сами знаю, там, у Яме, хай-хай, там, за кратами, али просто покажи ты гэта Невзорова процитую яго. Я, например, не верю в той, я за Невзоровым не шляткую, не пилую яго, неяких там выказов, мне не подобается Невзорова, я на улице у всех этих анти-пропагандонов российских, такими же пропагандонами, в принципе. Мне достаточно воспоминания, как он рекламировал Свету, ты помнишь? Да, и не один раз, по-моему, разы-два. Я все, как-то, на заре, я не рекламирую, в самом-самый початку шлют. Да, 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 да. Там шадил с бутылькой, там, и бутыльку поставил, там, типа, клау на бок, и там, проечер. Так вот, почему не хочу, так укажи цитату. Мне я не буду целый день перебирать эти бубльозы Невзоровы, они как кашель, они, там, перхань, они, это, курение, они, пьянь, там, брянь, они, и выглядать, что мне в навазе, Рудольфович. Тобак другим, вот, Рудольфовичу я люблю за увагу, как блогер. В принципе, он тут себе позиционально, как блогера, не как ведущая, значит, мы, как бы, на ровных всем тут находимся, в одном информационном поле, и на одном ровне. Я, Рудольфовичу, кидаю такую предъяву. Ты, когда Невзорова цитуешь, альбо, как бы, переказываешь его слова, ты кинь цитату. Видосик, кинь посяру, там, брррр, Невзорову. Может, находка еще 2.5. Ну, там, горрр, Невзорова, он сказал все. А что это такое? Почему бы не хочу цитату? Ну, вот, Алена, ты ж, это правда жанчина, скажем. Это, вот, это, вот, это, вот, я не хочу, ищи замуж. Потому что мы ее не берем. Понимаешь, это так же сам. Так, подожди. Вначале, когда Путин говорит по поводу того, что все же на них там хотят напасть, поэтому мы там первые. Я сразу что-то вспомнила вот этот анекдот, помнишь, старый про неуловимого Джо, которого никто не мог поймать, потому что никто не ловил. Вот. Поэтому тоже ассоциативный ряд. Ну что, переходим от красавца. Я сейчас говорю, Путин шептатывается, да, низкоконнотативные лексики, долбануло там, и так далее. Это нам можно простонеку державы головному, знаешь, под лицу, все к лицу, конечно, но это ровень вообще держава российская. Ее напускает. Он пришел с лексикой мочить в сортирах от того, так был близок народу и и все его восхищались. Вспомни. Предлагаю перейти к нашим, к очень маленькому сюжету, который прошел точно на двух белорусских дем-СМИ. Сюжет очень коротенький. Короче, не придумаешь. Это видео в качестве отдельного видео вышло в компании Белсак. Светлана Тихановская Пардон. Выборчайте. Выборчайте. Это видео вышло на Белсаке отдельным видео и на Еврорадио отдельным видео. То есть это не урезка, ничего. Это видео. Светлана Тихановская в Тихановской сделала ревакцинацию. А вот обед раскинул такую... Подожди, кто-то в комментах, Антосик, прости, кто-то в комментах предложил сразу выложить график ее, так скажем, санитарно-профилактических и всяких остальных гигиенических процедур. Ну и так далее. И показывать, ну, чтобы люди знали, когда приложиться к святому. Но заметь, мы таким образом можем сказать, что Белсад и Еврорадио, мы знаем, что они все близки, так скажем. Ну вот остальные как-то сумели соскочить с этого сюжета. А вот эти уже, наверное, ну, очень близки. Ну, 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 настолько близки, что уже никак. Да приколные такие, типа. Совсем. Короче, вот две речи. Вот я тебе раз расскажу то, что ты не обедаешь. Я специально не сказал, я так по-осторожительному, не по-сушастому, еще и по-возже, типа я знаю нечто другое. Ты че зауважила, что укол Чехановской, перед уколом Чехановской стали пиарить за 1,7-8 и снова Шрайбмана. Вот не было Шрайбмана месяцы полутра в просторе. Мне задается, что Шрайбман, и он запойный. И он запойный. И делал запойный, где он 40. Или, а боже, позабольный. И он делал пустыню, не иконцы. Я в рей. Я кисус, что это делал пустыню. Я сразу всем напоминаю, что у нас паразиты на мостей. Мы стебемся, а потом скажут, что мы там. Мы не знаем. Мы стебемся. Стебитесь с нас, пожалуйста. Да. Вот. И он идет в пустыню, молится, постится, и потом приходит с истинами в опошлой инстанции, и нам мужчина спускает из неба истину, там уже скружали, заветом проносите. Альбо у запой заходят. Может даже у наркотических. Вот сейчас окончается шеверка, ци горелка окончается, и его с запоя выводят, прокапывают. Попустим, опять выкатывают Шрайбана. Я вчера даже Шрайбан. Думаю, в фейсбуке открываю Шрайбан. Там оценяю Шрайбан. Хотя я его точно в рекомендациях не маю Шрайбана. У него как-то вылазит через пятое двери, скажем так. А про несколько годин Бог сегодня Чехановская укололась. Понимаешь? Может быть, это как-то связано. нашествие Шрайбана и укол Чехановской и они мают по-межсобой некую совесть. Потому что как бы Чехановская может колоться блядься... Какой-то тайный сакральный смысл. Да, как это вот... Даже надо просто по-лядежке или Шрайбан тогда живет. Например, в мои месяцы Шрайбан займался правой деморализации наших широков неокрепше. Я просто вам по слуху честно, мне хотелось расколоть ему голову ударом вверху. Вот. Он просто человек потом готов в мотовилу круче и под конец он унижает людей, он принижает белорусских патриотов, их запугивает, сядет. Он занимается джермализацией этой Шрайбан. С чем это было связано? Раз не Харьки Дион приехал Мишустин в Минск. Значит, Шрайбан как бы Шрайбан укол и будет нечто третье. И нечто третье будет связано типа с Россией не Шрайбана не со светлой Россией, а с темной Россией нечто будет связано. Вот чекаем мы то, что нечто будет. Потому что так просто Шрайбан не вылазил на сцену. Я скажу, что Шрайбан он... Грызлов уже приезжает от 29-го переговора Луки с Путиным. А, Грызлов. Шрайбан тогда укол. Тогда Грызлов. А на конту укола я бы более бы хотел как кавказской пленнице положили и таких... Шпрайцов. Ну, ты понимаешь, скоро начнется там полеты со стерхами, там, что еще? Такие вот репортажи. А, как ярче глядели мои выпуски гэты специальные. Боже, они по гэтак уже идут по дорожце портоптанной. А ты бы видел комменты, Антосик. Благодарность. Что вот, молодец за нацию, за все. Вот, вот. Зайди, погляди. Кстати, они, по-моему, одинаковые, что на Еврорадио комменты, что на Белсайзе. Да и логика такая. Ну, укололась света прививкой. По-первых, она укололась чем? Файзер? Ну, я не знаю. Вряд ли спутником она колется в Вильнюсе. В Файзер укололась и она отрывается белорусам, землякам. плюнула в тварь. Мы-то Файзером укололась не можем? Это, типа, гляньте, ой, как я укололась, а лишь Файзером. Это как в 80-е годы было. А у меня косметика. вот плюет своя модель там у тварь каже, мне жить удалось, я могу жить нормально, а ты 25 тысяч баксов в месяц. Файзером уколол, это шевох про это, понимаешь? сейчас они укололи ее, боже мой. Такая нежная. Ты понимаешь какой-то по сути ну вот такой ну лукашизм? Горш, это намного горш. Лукашенко так же людей не из декого в идеологическом сенте. И он, конечно, из декого людей. Ну да, он как бы как есть, да, вся вот эта она как есть. И он не как есть, он то, что про себя придумал. И он придумал, что он спортсмен. Ну, по крайней мере, как я говорила, злодейство мы видим. Ну да. Ну вот такие. Тут можно фантазировать для последствий, но я думаю, что основное мы сказали было. Шрайбанг это ключ к этому. Скажем, Шрайбанг тогда укол. Ну, конечно, было бы доброе, как там какие-нибудь показали физичное практикование там, Чихановская. Как она в планце стоит там. И грушу есть там, что-нибудь там. Бутерки ногой разбивает. Печи головой бьет. Будем смотреть сюжет мужа, как я забыла его фамилию, Маргариты Симонян. Ой, господи, что там было. Ну, покручи, только... Ну, вылетело. Режиссер, издевательство над Украиной. Покажем, люди? Покажем, не ведаю, чрезвычная показывательная продурка. Ну... Теперь документ будет направлен Владимиру Зеленскому и Верховной Раде. У Зеленского, как раньше, будет 30 секунд, чтобы смешно ответить. Не понимаю, зачем направлять документы президенту и ради, если все решения все равно принимаются в американском посольстве. Отправляли бы сразу туда о главной причине бессонницы украинской власти и о том, каких шуток нам еще ждать от украинских депутатов. Мы спросим у яркого представителя депутатского корпуса и клоунской династии. Ага-га-га, вовсе на гоп, а мы танцуем, ага-га-га-га. Здоровенький булы! Ну, что бы ты сказал, кембрады Конд? Я... Я вижу, что... есть днище, а есть ниже днище. Да, вот... Есть такой запредельный у нас узоренок, а у них вот эта вот такая запредельность. Я... Это настолько дурновкусие, дурновкусие, такое низко, жутко похабное, жутко... Ведь вообще этот человек когда-то был даже режиссером. Даже были какие-то фильмы. И даже он казался, я не знаю, в мое детство относительно приличным режиссером. Ну, там, юность, скажем так. Я уж не помню, но он производил вот в моей юности, Антосик, еще до всего, да. Какое там ощущение, ну, более-менее... Я не знаю его взгляды, не знала тогда, но какой-то интеллигентности, когда я его видела. И мы видим это второй год подряд. Первый раз это касалось белорусских протестов. Сейчас это касается Украины. Хочется показать, но ни хера не смешно. Вот, ну, не смешно. Если еще те сюжеты, когда мы показывали, с них еще можно было поржать, то здесь, ну, показать это надо, но оно, ну... Ну, это ниже плинтуса. Это вот такое. Хочется подойти и дать в морду. Вот, условно говоря, просто подойти и дать в морду. Это некая там племенница, проехавшая, зарегированная, они же измываются. Это явно звучит элемент, скажем так, мясовый некий из Подмосковья, там, через Москвы. И тем более, что лета еще я брал интервью, и она в интервью вот такими вот слезами плакала, что я покрыл зала протестовцев, да я не обедала, там, как моя бабуля казала байку про Нумарыль, что не обедала. Что-то я ушел аж властью. Понимаешь, я не обедала и призналась, что гонорару ей пять тысяч. Ну, что такое для России, для Москвы, для России это добрые гроши, для Москвы еще, может, день пять тысяч рублей. Это больше всего лета. Я не думаю, я не думаю, что там это Кеш-Сояна стал плачить боли, это дурница. Слушай, но здесь еще вопрос. Слава, она появилась в телевизоре, и потом, они ж так думают, они ж многие так думают, но это же вопрос, понимаешь, вопрос развития. То есть, несложно кого-то настроить на это, когда ты так думаешь, так видишь. Они так видят. Не думаешь, что они так видят. Актерская игра это от человека. Я не скажу, что я сформировал приличный аниматор и так далее. Али, допустим, той же аниматор, когда у него есть задача дорослого аниматора, задача есть провести конкурсы, например. И он является менее ведущим в своем поле. Я буду говорить, поле, джейнер, и он там изгоняется так вот, этот аниматор. Ну, можно навык выйти за рамки роли. Лепиков не выходишь, конечно, за роль угубляется, привабливается и так далее. Но выпустили бы, вот, безвычайно, этот аниматор, хай себе навык, які там так думают, как ты кажешь. И бы ты зарабил реально смешно. Украинцы бы там ненавиджили, там, сука ты там, тварь такая, да ты знаешь, смеешься, да кто ты такой. Ну, и он бы зарабил так, аль гауна якосная. Просто она вот без никакого текста. А гэта зробили так, чтобы такое почути, что этой жанчины на ногах стоять два драты, пираментного тока, две фазы подключены, и гэты в окея стояли, садись и рубильниками я... О, я саяну, не точно. Чесно пункте, понимаешь? И знаете, просто як вот, ну, як лялька, якую на вяровочках тягаюч, але не кукловота, так и дурачок, некими руками такой болтаю, ну, такой. Это настолько ни о чем, что просто уявить себе горш не махчило. Просто горш, я не знаю, что треба зарабить, как зарабить горш. Что? Треба вообще ничего не умчать. Убрызть ответственность. Ну, что, заканчиво? Ну, так, а ли сейчас все у нас одно пытание стало. Да, давай, да, давай еще один сюжет. Наши ребята белорусы, которые находятся в Варшаве, расскажи подробнее, пришли в какой-то белорусский хаб, ухабник. Хаб, да, кстати, не коммерческая организация, да? Так, так. Вот, и там был какой-то концерт. Ну, в общем, смотрим сюжет. Как там гранты зарабляете? Тидая тихановская гранты вам. Привитание. Привитание. Тидая тихановская гранты. Ну, жаль. Ти есть толк какие-нибудь от тихановской. Ну, вот, бехера запекал людей. Кали людей ну, попали. Ты сказал, выходите, молодцы, молодцы. Покажите, билет, пожалуйста. Распределить билетом. Есть у вас? Корень квадратный штат. Сувес тут разорвалась. Значит, мы с Оледой трошки Сувес сгубили, я двершу один. Значит, на конту этого сюжета. Радую то, что групповка, скажем так, отсорбованных, невероятных, гиперневероятных, она не такая великая. Другое, что в этой групповце, сумно, что это групповце молодцы, реально молодых людей. Третье, радую, то, что на толпе был зауважен знакомитый нехста, альбо нехта. И треба запомнить его страдницкие вочи, вочи страдника, которые были сломлены на камеру. Часвертая поводится на себе як секта, абсолютно стервильно поводится бог россия себе. Ну, и на закончение скажу, что дякую великим лобцем, что проявили активность и по улице под конец этого сюжета видать. Ну, а Лена лича, что ее трошки сяжу к себе поводил трошки так нахабновато, я скажу, что лишнюю нахабность я там не увидел, он поводил себе нормалево, звычайно, смело, и как по мне, ведаючи его, он достаточно этично, достаточно этично. Вот, так тримать хлопцы, треба троллить эту кучу, и еще зауважили в этом сюжете кого? Унучку Шушкевича. Так что кто сказал, дед, который учил писать и читать по-русски лихар В. Освальда, ну, бачишь, такую на ради унучку, якая кинулась в пророссийские обдоймы. Сюжет очень интересный, в интернете он есть на некоторых каналах, но короткая урывка достаточно, чтобы понять, что в этом сюжете. А вам великую увагу от моего имя и от меня Алены Слава Украине Живе Беларусь. Все интересное, что напереде. Подписывайтесь на канал Минавита, ставьте подобайки и будьте нашим патроном. До новых хвалючих субстреч. Редактор субстреч. Продолжение следует...